Ты вставай оттуда. Стол отодвигай вам и на стол складывай. На стол? Да. В погоне за легким кайфом самарские студенты попали в руки сотрудников госнаркоконтроля. В конце прошлого года у неудавшихся дилеров изъяли более 20 килограммов синтетических веществ. Уголовное дело, по иронии судьбы, стало для горе-продавцов новогодним подарком. Его завели 1 января. Еще четырьмя месяцами ранее, в августе 2014-го, в регионе завершилась операция «Восточный экспресс». 18 килограммов синтетики изъяли у граждан, прежде не привлекавшихся к уголовной ответственности. По словам работников наркоконтроля, дело уже в этом году передадут в суд. Сотрудники ведомства считают, под контролем нужно держать все каналы, особенно почтовые отправления и интернет. Фантазии у наркодилеров богатые. Переправляют вещества даже в детских книжках. У нас в этом году было 18 фактов изъятия синтетических наркотиков. Из них два вида синтетических наркотиков на территории Самарской области были изъяты впервые. Остановить распространение губительных веществ помогают жители региона. Граждане звонят по телефону горячей линии, оставляют обращение на сайте службы по контролю за оборотом наркотиков. 30% сообщений о возможных местах распространения пагубного зелья или подозрительных интернет-ресурсах подтверждается. Сотрудники ведомства сообщают, как правило, многие из них уже в разработке. Проводим работу. Просто она же не может вот так за три дня мы взяли ликвидировать, да? Это же не порыв трубы. Уже определенные мероприятия, они иногда длятся малое количество времени, месяца-два. За минувший год работники областного наркоконтроля изъяли почти 200 килограммов опасных веществ. Всего же до потенциальных покупателей не дошло более 300 килограммов зелья. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.